Все эти люди одним прекрасным днем отправились на прогулку налегке. Но они не знали, какой сюрприз подготовила им судьба. 10 невероятных историй выживания в дикой природе. Йоси Гинсберг Йоси Гинсберг в компании трех товарищей отправился в джунгли Амазонки на поиски таинственного племени индейцев. Обстановка была достаточно напряженной, и в итоге их группа распалась. Во время спуска по реке Гинсберг потерял управление, и их плод упал в водопад. Кевину удалось сразу выплыть на берег, а Гинсберг еще долгое время несся по воле течения, чудом избежав смерти в водопаде. Следующие 19 дней были полны испытаний. Одной ночью на Гинсберга напал ягуар, но ему удалось отпугнуть его благодаря спрею от насекомых, которые он поджег. К концу своего путешествия на нем уже жила колония термитов, а питаться ему приходилось сырыми яйцами и фруктами. В конце концов он был найден поисковым отрядом местных жителей. Стивен Калахан Стивен Калахан отплыл с Канарских островов на небольшой лодке, которую он сам же и построил. Шесть дней спустя она затонула из-за того, что в ночное время столкнулась с китом. Стивен перебрался с лодки на небольшой плод. 76 дней он блуждал по морским просторам, пережил встречу с акулами, многочисленные солнечные ожоги, физические и душевные страдания. Питался он охотясь копьем на рыб и ловя птиц и моллюсков. Он потерял треть веса и в итоге был спасен. Колби Кумбс В июне 1992 года Колби Кумбс и его двое друзей покоряли одну из самых высоких гор в Америке – Форакер в штате Аляска. Их застала врасплох горная лавина, которая буквально поймала их в ловушку. Снежный поток понес его и его друзей. В живых остался только сам Колби. Сотрясением мозга, переломом лодыжки, двумя сломанными шейными позвонками и лопаткой он прошел пять миль через ледник и спустя шесть дней после страшного происшествия был в своем лагере. Что удивительно, он не бросил своего опасного занятия. Эрик Ле Марке Эрик Ле Марке, член Олимпийской сборной Франции по хоккею, был потерян в течение семи дней в пустыне Сьерра-Невада. Будучи заядлым сноубордистом, он попал в метель, которая сбила его с верного направления. Он не успел найти путь обратно до наступления темноты. С каждым днем он уходил все глубже и глубже в неизведанные места. Из техники у него был только mp3-плеер. Питался он кедровыми орехами и корой. В конце концов, Ле Марке удалось найти радиосигнал при помощи mp3-плеера, которым он затем воспользовался как компасом. Тами Олдхэм Эшкрафт В 1983 году она и ее бойфренд Ричард Шарп отплыли на 13-метровом паруснике Стоити по направлению к Сан-Диего. Во время путешествия они попали в ураган четвертой категории, сопровождаемый 15-метровыми волнами. Их лодка перевернулась. Сама же Тами осталась под палубой. Спустя 27 часов она пришла в себя и обнаружила, что Ричард пропал. В 41 день она боролась за выживание, пытаясь доплыть до Гавайев. В итоге она достигла берега и осталась цела. Рики Миги В один прекрасный день Рики остановился для того, чтобы помочь паре, чья машина сломалась. Далее последовал провал в памяти, и Рики проснулся в яме, засыпанной камнями и грязью. В следующие два месяца он блуждал в поисках людей, питаясь лишь пиявками, ящерицами, насекомыми и змеями. Он был вынужден пить мочу, поскольку все лужи пересохли, и дождя не предвиделось. В конце концов его нашли, и на тот момент он похудел почти в два раза. Алан Ралстон Вы бы смогли ампутировать себе руку для того, чтобы выжить? Аарон смог Когда 1 мая 2003 года огромный валун раздавил его руку и практически поймал в ловушку в одном из каньонов штата Юта, в течение пяти дней Аарон надеялся на спасение. Но после того, как еда и вода закончились, он решился на отчаянные меры. Он использовал свой 10-сантиметровый тупой нож для того, чтобы перерезать мышцы и сухожилия. Сам процесс занял около часа. Затем он под палящими лучами полуденного солнца побрел к своей машине. По дороге туда его встретила семья, которая отправлялась на его поиски. Беттани Гамильтон Утром в ноябре 2003 года Беттани Гамильтон отправилась на пляж Макао, Гавайи, чтобы заняться серфингом. Пока она плыла на доске, 15-метровая тигровая акула успела отхватить у нее левую руку. Вместо того, чтобы паниковать, девочка поплыла к своим друзьям, гребя здоровой рукой, и успела предупредить всех о находящейся в воде опасности. После того, как ей помогли выбраться на берег, девочку тут же увезли в госпиталь. 45-летний Джеймс Морроу успел побывать там, где мало кому хочется быть, в пасти крокодила. Морроу занялся дайвингом у побережья Флориды, когда аллигатор вцепился ему в горло и 15-20 секунд жестоко тряс. К счастью, Джеймса спасли его друзья, проплывавшие мимо на лодке. Аллигатор успел прокусить одно из легких, а следы клыков остались на всей голове, груди и горле. К счастью, маска для подводного плавания спасла его от более серьезных повреждений лица. Куту Шоу. Работая в качестве гида по охоте, Куту Шоу помогал одной группе охотников штата Винсконсин. На третий день их путешествия, в то время как Шоу спал в палатке, на него набросился белый медведь. К счастью для него, другой охотник успел убить зверя до того, как тот это сделает с Куту. Впоследствии на голове Шоу нашли более 300 ран. Напишите в комментариях, какая история выживания вам показалась самой невероятной и самой опасной. Спонсор сегодняшнего выпуска канал Дэна. Если вы любите активный отдых, веселые походы, юморные сталки на различные заброшенные объекты, тогда этот канал для вас. Множество интересных эпичных сталков, юмор, треш и угар. Если заинтересовался, ссылка в описании. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. С вами был Алексей Козьяков. Всем пока!